Итак, дамы и господа, представляю соперников и первым боец в синем углу. Ему 24 года, рост 196 сантиметров, вес 105 килограммов 800 граммов. Его стиль ММА, профессиональный рекорд бойца. 7 боев, 4 победы при 3 поражениях. Представляющий город Молодечно, Беларусь, Андрей Жуковский! А в красном углу его соперник. Бойцу 27 лет, рост 191 сантиметр, вес 97 килограммов 900 граммов. Его стиль ММА, профессиональный рекорд бойца. 7 боев, 6 побед при 1 поражении. Представляющий Гудер Мес Шамиль Цакуе! Рефери в октагоне Ашота Шуген. Андрей Жуковский, Шамиль Цакуев, прямо сейчас. Тяжелая весовая категория. Да, но в целом, опять же, поговорим, что на полу тяжелый вес в целом так смахивают бойцы. Ну, вообще, на самом деле, разговоры о появлении еще одной весовой категории до 100 килограммов идут давно. Более того, в ряде организаций такой вес присутствует. Итак, пытается здесь поджимать у нас Андрей Жуковский на старте. Левым боковым уже очень плотно достал до челюсти. Видно было, что попал по оппоненту, но тот виду не подавал. И Цакуев вновь с невозмутимым лицом пытается сейчас добиться успеха. Очень хорошо Андрей вошел в этот поединок. Решил рисковать с самого начала. Чем ответит Шамиль. Под ближнюю ногу, кстати, не в первый раз уже получает лоу-кик Жуковский. Но, может быть, и пожертвует этим. А вот здесь такой быстрый, очень динамичный размен получается. Хороший лоу-кик и тоже заходит в борьбу. Есть первый перевод в этом поединке от Шамиля Цакуева. Смотрим, что дальше. Минута позади. Попытался там вытащить Жуковский руку на Кимуру. Отзащищался сразу же правым бедром. Шамиль Цакуев поставил как защиту. И дальше уже будет сложновато. Да, пока работает просто как трактор Шамиль Цакуев. Хорошая диагональ. Что дальше? Левую ногу даже не пытается там переносить. Сохраняет положение здесь. В итоге гард. Да, причем его пока не восстанавливает Андрей, а работает локтем. Правым с короткого расстояния. Соперника, который находится сверху. Да, Жуковский тем временем подумывал, возможно, о треугольнике. С ударом зайти в следующий этап борьбы у Цакуева не получилось. Что там с ногой? Неужели будет давление на хилл сухожилия или рычаг колена? Нет. Ничего не получится у белорусского бойца. Еще раз подкручивается под ногу, заставляет лечь. И кричат сейчас из угла Андрея на него, на него. И ахилл. Что здесь? Ахилл на ахилл. У кого получится? Скорее всего, ни у кого. Да, такая обоюдно острая позиция. Часто мы наблюдали такие истории, но не вспомню, чтобы они, в общем-то, заканчивались досрочной сдачей. Да и вообще, именно победы болевым на ногу, победы именно на ахиллово сухожилия, получается, в последнее время очень редко. Скручивание пятки чаще, прямо скажем. Еще одна попытка у Джуковского менять положение корпуса. Шамиль Цакуев накатывает вперед. Чуть больше двух минут до конца первого раунда. Сейчас непонятно, что делать. Шамиль Цакуеву вызывает определенный смех на арене эта позиция, но она действительно такая немножко патовая, потому что ни тот, ни другой, никакого урона здесь нанести не могут. Цакуев поэтому пытается выкрутиться как раз-таки из нее и, в общем-то, в общем и целом выходит. Да, резко развернуться не получилось у Шамиля, как и подвернуться у Андрея Жуковского. Тем не менее, давление со стороны Цакуева присутствует перманентное. Накрывая здесь сверху, колен в голову бить нельзя. Но очень круто, что борьба динамичная. Там пытался на ручной треугольник выйти Цакуев, не получилось. Тут опять проворачивается Жуковский, такой получает небольшой тычок в голову. И опять боковой контроль. Хорошую непрерывность борьбы показывает Шамиль Цакуев. Что здесь? Ноги не отбрасывает. Да, удушающего мы здесь не увидим. Пока. Чуть больше минуты еще. Здорово. Еще одна попытка провернуться. Да, в поисках рычага колена или в поисках ахилла. Что-то такое пытался исполнить Андрей Жуковский. В итоге не получилось. Неплохо. Здесь не достал. Да, здесь очень опасно может Шамиль Цакуев засветить так по голове, что можно будет и останавливать потом. Но сейчас опять создает неплохие, казалось бы, предпосылки Цакуев для удушения. И он за спиной. Ноги будет заправлять Шамиль или нет? Как легко он забрался в эту позицию. Да, левая заправлена, правая. Правая тоже. Треугольник закрыт на пояснице. 14 секунд. Уже мало времени. А позиция максимально выгодная для проведения удушающего приема. Не успеет Шамиль завершить начатое. Ждем раунд под номером 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Секунданты удаляются за пределы клетки. И сейчас продолжатся встречи в тяжелом весе между Андреем Жуковским и Шамилем Цакуевым. У обоих по 7 поединков. При этом 6-1 у Шамиля, 4-3 у Андрея. Очень активно начинает этот раунд Жуковский. И ух, хайкик чуть не прилетел. А сейчас может прилететь в голову очень серьезно от Шамиля Цакуева. Очень быстро навязал Шамиль борьбу. И фактически мы смотрим продолжение этого поединка. Но тогда были ноги заправлены, сейчас нет. Был близок уже к удушающему сзади. Попытка развернуться рывком со стороны Жуковского. И что здесь? Следит за положением корпуса, но все-таки отдает позицию. Молодец Андрей. Да, докручивает таки. И, в общем-то, в самом начале второго раунда оказался в доминирующей позиции сверху локоть. Чем это ведет Шамиль Цакуев? Скорее всего, немного подождет. И затем уже будет искать момент для того, чтобы резко все перевернуть. Корпус голова отлично от Андрея. И пытается таким мощным, секущим локтем ударить со всей силы по голове. Так вот, в области лба приходится удар. Ну что, как там с выносливостью у Андрея Жуковского? Темп не очень высокий. Гард закрывает тем временем Шамиль. Здорово. Вот здесь просто пригвоздил. И еще раз то же самое проделывает. А ведь сколько раз уже залетал этот левый боковой? Причем это тяжелый вес. Удары очень увесистые. Да, хорошо подсказывают из угла. В общем-то, в хитросплетениях и мелочах, которые происходят за спиной у Андрея. Вновь локоть с короткого расстояния. Еще по корпусу. Ставит локоть теперь на шею. И работает принципиально. Туда, в селезенку. По ребрам набрасывает. Да, это удар точно не для статистики. Жесткие попадания. Это на урон. Про пальцы сейчас, как я понимаю, да? Гирихан Шабилов сказал, чтобы не совал Цакуев их в глаза. Ага Шамиль не видит возможности для того, чтобы выбраться. Попытка ввести таз. Ашота Шугян, конечно же. Еще по корпусу. И там достаточно уже было ударов. Чтобы почувствовать, по крайней мере. Да, и видно так инстинктивно туда руку пытается просунуть. И подтягивает бедро. Локоть дважды пробивал Андрей Жуковский. Но там скорость. Вот здесь было чуть опаснее. Еще по корпусу. Но там ребра уже притч надбил Андрей Жуковский. Экватор поединка уже позади. Да, причем со стойки это делает. Что-то еще умудряется там сказать Шамиль Цакуев. Вновь в корпус голова. Неплохо белорусский боец подгружает корпусом. И получается, что именно он выбирает темп для атак. Выбрасывает один-два удара. Затем небольшая пауза. И в этой паузе ответных действий от Шамиля мы пока не видим. Вот как раз, видимо, кто-то держался за перчатком. А вот треугольник от Шамиля Цакуева. Он пытается улучшить замок. И да, есть там треугольник. Сбросит ли его Андрей Жуковский или нет? Смотрим, смотрим. Голова к себе. Очень хороший контроль. И все! Ничего себе! Шамиль Цакуев выигрывает треугольника. Да, отмечали его именно этот сабмишн. В его исполнении седьмая победа Шамиля Цакуева. Но, казалось бы, Андрею Жуковскому много чего получалось. В этом поединке вот так вот. Одна ошибка и все кончено. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и аплодисменты его сопернику Андрею Жуковскому. Шамиль, несколько слов. Друзья, дайте шума для Шамиля Цакуева. Поздравляю тебя с этой волевой победой. Вторая победа уже в тяжах для тебя. Расскажи, каким для тебя был этот поединок. Ас-салам алейкум. Бой был слишком тяжелый для меня. Валая не ожидала цепеника такого. Спасибо, Алексей. Расскажи, пожалуйста, был момент, вот буквально незадолго до приема, он начал много попадать. С чем связано то, что ты стал пропускать? Это связано с тем, что я устал. Он был, но я хотел чуть-чуть отдохнуть. Когда вот секундант сказал, остался одна минута, подумал, пора уже действовать. Вот так завершился бой. Это было блистательное действие, которое привело к такой досрочной победе. Есть ли что еще тебе сказать сегодня? Ваши аплодисменты, Шамиль Цакуев! Спасибо. Спасибо. Спасибо.